Владюш, давай мы с тобой математикой занимаемся. 7 плюс 3. Пример, и ты мне покажешь, какой ответ. Правильно, ручкой. Показывай. Вот, 10, да? 10? Вера Асафова занимается с сыном математикой. У парня этот предмет самый любимый. Пока Владислав умеет складывать и вычитать самые простые примеры. Но это не так важно. Главное, что он любит это делать. Мама мальчика понимает, ее сын мало что умеет из того, что должен для своего возраста. Но в их семье время, а с ним и развитие Влада, течет несколько иначе, чем у других. Нам 19 лет, мало что все-таки достигли, но мы стараемся, бьемся изо всех сил. К нам ходит учительница, занимается с нами. В свои 19 лет Владислав выглядит не старше 12-летнего мальчика, а умеет так и вовсе меньше, чем 5-летние дети. Парень понимает, что ему говорят, он умеет считать и читать, но ходить, сидеть и разговаривать нет. Во время родов Владислав перестал дышать. Реанимация, месяц лечения в больнице. Врачи предлагали маме отказаться от мальчика. Вера не стала никого слушать и забрала сына. А дальше наступил день сурка. Лечение, лечение и еще раз лечение. Диагноз ДЦП, уход мужа из семьи. Все это уже не важно. Вера все равно продолжала и продолжает бороться за то, чтобы Владислав поправился. Настолько, насколько это возможно. Хочу еще и лечить, лечить, потому что результат идет, даже несмотря на то, что нам 19 лет. И вот сейчас мы ездим в Белгород на лечение. Именно в Белгороде Вера увидела те результаты, о которых мечтала. Сын начал осваивать новые навыки. Результат работы врачей был виден сразу. Клиника и методика лечения были найдены. Пока жива была мама, женщины справляться с трудностями было легче. И морально, и материально. Сейчас Вера осталась с Владиславом одна. Один курс лечения в Белгороде стоит порядка 70 тысяч рублей. В эту сумму входит дорога проживания и лечения. Вере с сыном ездить туда необходимо три раза в год. На доход 18 тысяч рублей в месяц осилить такие суммы на лечение они уже не могут. Хочу все-таки, чтобы ребенок встал. Он этого тоже очень хочет. И стремится, и старается. Прошу людей добрых помочь. Собрать деньги на лечение в Белгород. Если вы хотите помочь семье Асафовых, сделать это можно, позвонив по телефону 8 937 187 7807 Вера Асафова. Или зайдя в группу в Одноклассниках под названием «Благотворительный марафон Владислав Асафов». Асафова Субтитры создавал DimaTorzok